МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А затем, исходя из этого, подбирают бизнес-тренеров и формируют программу семинара. В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные со сферой рекламы. Представителям СМИ рассказали об эффективной методике вступления в контакт и проведения переговоров в свою пользу, семи способах стопроцентного заключения сделки, а также о том, как нарастить продажи в кризис. Шла речь на форуме о сайте СМИ как отдельном мультимедийном проекте. Журналисты услышали о том, как создавать контент для разных платформ и делать интернет-публикации эффективными. Спикер попытался раскрыть саму специфику работы с интернет-журналистикой, которая предполагает применение новых инструментов, а также активное использование на сайтах фото, аудио, инфографики и так далее. Человек, который открыл вашу новость, прочитал и ушел, это одна модель штатистского проведения. Человек, который открыл вашу новость, прочитал и жамкнул кнопочку, что считает, что новость хорошая или плохая, это значит, что у него есть эмоциональное отношение к произошедшему. Это значит, что вы помогли ему это отношение сформулировать и выразить. Соответственно, он к вам становится лояльнее и больше шансов, что он к вам вернется. Да, этот шанс повышается на полтора процента, а то и на пол процента. Но это там еще один маленький шажочек к тому, чтобы закрепиться в сознании человека, как духовно близкая ему площадка, и стать там необходимостью его повседенной жизни. Семинар также стал местом обсуждения вопросов, касающихся современного правового регулирования деятельности редакций СМИ. Среди тем доклада Натальи Колобаевой, кандидата юридических наук, основные проблемы и ошибки при распространении рекламы, соблюдение требований законодательства о защите детей от информации, наносящей вред их здоровью и развитию, и правовое регулирование трудовых отношений в редакциях СМИ. Дизайнеры, журналисты, редакторы и специалисты отдела продаж приняли участие в различных по тематикам мастер-классах. Немаловажно, что представители СМИ в ходе семинара не только поучаствовали в подготовленной программе, но и поделились опытом друг с другом. Я говорю нашим журналистам, что это необходимое общение. Глаза в глаза всегда ты находишь для себя что-то новое, и всегда тебе кажется, что ты уже вроде бы знаешь в этом предмете все, а все равно находишь какую-то изюминку, которая заставляет твои мысли двигаться в новом русле. Поэтому я считаю, что такие мероприятия обязательно будут и должны существовать, и то, что второй год подряд приезжает более ста человек, это говорит о том, что журналисты этого ждут. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!